Это больше напоминало водное поло на коньках, чем русский хоккей, но настоящий спортсмен тем и славен, что сыграет в любую погоду. Вот и участники традиционного всероссийского турнира памяти заслуженного тренера России Александра Павловича Никишина словно не обращали внимания на капризы небесной канцелярии, а она атаковала юных мастеров в последний день соревнований проливным дождем. И ладно бы просто откататься и забыть, но именно по воде некоторым командам пришлось решать свои турнирные задачи. Всего же за главный трофей боролись шесть команд из Ульяновска, Казани, Сыктывкара, Балахны и Нижнего Новгорода. Все прекрасно, за исключением, наверное, сегодняшней погоды. Наверное, актуальность есть строительство крытого катка для русского хоккея. Но крытая поляна для хоккея с мячом на данный момент это из разряда фантастики. А вот будущее этого вида спорта на ваших экранах. Всего через несколько лет кто-то из этих юношей будет выступать в командах Суперлиги и даже в составе национальной сборной. Но конкретно сейчас цели были несколько скромнее. Так, в финальный день турнира Никишина еще с утра Ульяновский и Сыктывкар разошлись в ничью 2-2. Этот результат позволял команде из Балахны подняться на первое место. Тем более, что сами они обыграли Нижегородец 3-1. Потом сыктывкарцы под проливным дождем обыграли Казань и обеспечили себе минимум третье место. Но окончательный расклад призовых мест определился только в последней игре турнира. По колено в воде пытались двигать мяч Ульяновск и команда Сормова. Причем в Волге необходима была победа, чтобы обойти ФОК Олимпийский. И это у гостей получилось. В итоге Ульяновск стал первым. Второе место у Балахны. Бронзу завоевала школа Олимпийского резерва из Сыктывкара. Нижегородец стал четвертым, но Сормова закончила на пятом месте. Победители и призеры получили заслуженные награды, а всем командам также вручили памятные призы. Кроме того, индивидуальными призами отметили и лучших игроков своих эмплуа. КОНЕЦ